Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Лариса. Мы совершенно недавно открыли для себя такие странные сорта муки, как, допустим, виноградная мука, гречневая мука, мука из нута. Ну и недельки-две назад было опубликовано видео про хлеб из виноградной муки. Сегодня приготовим хлеб из гречневой муки. Реально очень вкусно, попробуйте, вы не пожалеете. Ссылку на магазинчик, где можно купить вот эти вот специальные муки, специальные виды муки или специальные муки, найдете в описании видео. Магазин в Украине, я думаю, что и в странах бывшего Советского Союза, в странах СНГ, также можно эти сорта муки поискать в интернете и наверняка вы их найдете. Хлеб реально получается потрясающий, совершенно необычный. И самое главное, ну, по крайней мере, у нас в Киевской области такого в магазине не купишь. Для приготовления нам понадобится гречневая мука, цельнозерновая пшеничная мука и пшеничная мука высшего сорта. Количество ингредиентов всех на буханку из расчета 500-600 грамм вы найдете в описании видео. Также нам понадобятся хлебопекарские дрожжи. Друзья, очень много есть противников дрожжей, я таким не являюсь. И для противников сообщаю, что любой из хлебов, которые мы готовим, на которые мы делаем и публикуем видеорецепты, можно приготовить на закваске. Понадобится соль, сахар и растительное масло. Естественно, вода. Водичка температурой 37 градусов. В первую очередь добавляю сюда сахарок, полностью его растворяю. Дрожжи фобом не смотреть. Рассыпаем по поверхности водички дрожжи и оставляем их регидратироваться минут на 5. В это время смешаем все три сорта муки. Просто хорошенько перемешаем, чтобы у нас потом не получилось цветное тесто. Кстати, есть идея сделать цветной хлеб из двух видов муки, такой мраморный. Так что, если в комментариях к этому видео будет много отзывов, мы заморочимся этим вопросом. После того, как дрожжи регидратировались, а именно осели на дно, добавляем сюда соль и опять-таки хорошенько перемешиваем. Начинаем потихонечку вводить муку. Друзья, вы знаете, что залогом успешного приготовления хлеба являются две вещи. Во-первых, хлеб должен быть вымешан руками. Ну, естественно, это предрассудок совершеннейший. Но вот после того, как я начал сам месить тесто, мне больше нравится его месить руками. Какая-то живая в этом энергетика, я не знаю, как правильно сказать. И второе, это к тому, что если будете спрашивать, как наш тестомес, тестомес нормально. И второе, когда готовите хлеб, в муке вокруг должно быть абсолютно все. Рабочий стол, вся одежда. Ну, у меня иногда даже стены кухни оказываются в муке. Начинаем вымешивать, постепенно вводя муку в тесто. Вначале, пока получается ложечкой, после того, как ложечкой уже не получается, смачиваем руки растительным маслом и включаем самый лучший в мире тестомес. Вымешивать тесто надо долго и тщательно. Кому-то эта процедура покажется нудной и неинтересной. И если вы из этого числа людей, тогда можно действительно использовать тестомес. Но мне почему-то нравится вымешивать тесто вручную. Постепенно сюда, в принципе, можно уже всю муку отправить. И вот так вот буду его вымешивать минут 7, наверное. То есть достаточно долго. После того, как тесто вымесили хорошенько, формируем из него колобок и ставим на расстойку. Время расстойки нашего теста где-то около часа. Давайте на час. Температура 28-30 градусов. Если у вас в духовке нет функции расстойки, то можно действовать следующим образом. Помещаем тесто в микроволновку и буквально на 20 секунд включаем нагрев. После этого оставляем его в микроволновке. Там будет достаточная температура. Либо в духовой шкаф. Опять-таки, включаем нагрев секунд на 30 и выключаем. Оставляем включенной лампочку. Друзья, через час будем обмянать. Через час, друзья, тесто подошло. Следует его обмять. Вначале, да, мы с Ларисой поменялись местами. Смазываем формочку растительным маслом. В качестве формочки мы используем старую сковородку без ручки. Теперь, для того, чтобы тесто не прилипало, смазываем руки и обминаем его. Лариса нам показывает, как это делать движениями вовнутрь. Теперь формируем вот такую вот буханочку. Помещаем ее в формочку. И накрываем полотенцем, да, хлопчатобумажным. И опять на расстойку где-то на 50 минут при такой же температуре 28-30 градусов. После второй расстойки хлеб можно украсить. В это время разогреваем духовку до температуры 200 градусов. В нашем случае, вообще, хлеб можно нарезать, сделать какие-нибудь надрезы красивые, которые будут потом красиво смотреться. Украсить семечками. Но в нашем случае мы украшаем мукой. Вот делаем такую присыпочку. Мне больше всего на этом хлебе нравится, вот он именно с присыпкой. Для того, чтобы эта присыпка хорошо схватилась, из распрыскивателя взбрызгиваем хлебушек холодной водой. В разогретую духовку отправляем хлебушек на запекание. Никаких конвекций не включаем, просто температура 200 градусов и запекаем в течение 30 минут. Через 30 минут извлекаем хлеб из духовки. Перемещаем его на решеточку. Перемещаем, перемещаем. И даем ему остыть где-то в течение часа-полутора. На самом деле он у нас проведет ночь, а утром будем дегустировать. Лариса, что там за такой брак какой-то получился? В общем, у нас хлебушек с браком. Хлебушек остыл, друзья. И в первую очередь, конечно, хочу вам показать, какой он на разрезе. Он имеет невероятнейший аромат. Он настолько вкусно пахнет. Давайте посмотрим, какой он крутой на разрезе. Вот такой мы получили ароматный и очень необычный гречневый хлебушек. Теперь о вкусе. Естественно, очень тяжело в видео передать вкус хлеба. Этот хлеб, наверное, один из лучших. Но первое, что мне нравится, хрустящая корочка. Я хотел взять, так, отломать кусок горбушки для дегустации. Но Лариса мне сказала, ай-яй-яй, Даня, потому что надо сделать еще красивую фотографию. Хлеб невероятно ароматный. Он действительно пахнет гречкой. Он очень-очень классный. Ну и вкус совершенно особенный. Если вы еще никогда не пробовали хлеб из гречневой муки, попробуйте. Этот вкус, ну, я раньше такого ничего подобного не пробовал. Реально очень вкусно, друзья. Что еще хочу сказать по поводу формы. Не обязательно его готовить вот такой вот в форме каравая. Его можно готовить и в форме вытянутого хлеба, ну и в форме кирпичика. В форме не стоит, да? Можно в форме тоже. Вот. И можно в форме кирпичика. Лариса подтверждает. Там управляет камерой, нажимает какие-то кнопки. Там цветокоррекция, экспозиция, композиция и кивает мне. Друзья, попробуйте приготовить такой хлеб. Ссылочку на муку найдете в описании. Если вы из другого региона, просто по названию муки, куча магазинов, я точно знаю, в России есть, которые продают разные виды муки. Поэтому это в России, в Армении, в Казахстане, в Киргизии не будет вообще проблемой. Вот. Как бы в своем регионе вы ее найдете, но я думаю, что вообще без проблем. Друзья, очень надеюсь, сейчас намажу этот хлебушек маселцем, посыплю солькой. Что-то так кушать хочется. Он настолько... Вот еще запах очень такой аппетит возбуждает. Попробуйте гречневый хлеб, вам точно понравится. Конечно, ждем от вас лайков. Если есть вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал. А мы с Ларисой готовим для вас новые интересные видео. Всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok